Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. При столкновении оторвало ногу. В сети появились кадры страшной аварии на проспекте строителей. В Барнауле возбудили уголовное дело из-за смертельной аварии на проспекте строителей. Напомним, ДТП, в котором погиб пешеход, произошло в минувшие выходные. По словам очевидцев, удар был такой силы, что пешеходу, мужчине 81-го года рождения, оторвало ногу. Он скончался до приезда медиков. По предварительной информации госавтоинспекции, за рулем иномарки находился 21-летний парень. В социальных сетях пишут, что погибший переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Другие же настаивают на том, что на запрещающий сигнал ехал именно водитель. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются. Будет дана процессуальная оценка действиями и причинам произошедшего. Ну а мы, в свою очередь, продолжим следить за ходом расследования. И к другой теме. Барнаульцы сегодня увидели фейерверк прямо среди бела дня. В исторической части города сегодня вспыхнули электропровода. ЧП произошло в нескольких шагах от пешеходной улицы Малотобольской. Столб уличного освещения загорелся утром в 10.55. На место оперативно выехали пожарные и электрики. Файер-шоу собрало зрителей. Горожане снимали на телефон и бурно обсуждали инцидент. После того, как отключили электричество, огонь получилось локализовать. К 11.15 возгорание уже полностью устранили. Нормальная рабочая ситуация. Всегда провода. Бывают короткие замыкания. Часто здесь такое бывает? Да нет. Первый раз в моей жизни. Страшновато было? Да нет. Работа такая. Уже мало что боюсь. Напарник убежал сразу. Испугался. Предварительная причина замыкания пояснили в МЧС. Нарушение правил монтажа электропроводки. Владимир Путин предложил выплатить разовое денежное пособие военным и пенсионерам. Пожилые люди, обещанные 10 тысяч рублей, получат вне зависимости от того, работают они сегодня или сидят дома. Военнослужащим обещают выплатить на 5 тысяч больше. Такое заявление президент сделал на предвыборном съезде партии «Единая Россия». Ежегодно пенсия должна повышаться на 1 тысячу рублей. Из-за общего роста цен запланированной индексации в этом году недостаточно, считает президент. Проработать это планируют сразу, как партия сформирует фракцию в следующем созыве Госдумы. То есть после выборов, которые пройдут 19 сентября. А это значит, что предположительный срок выплат пройдет в октябре или ноябре этого года. Поставить прививку от коронавируса теперь можно в диагностических центрах Бийска и Барнаула. Причем без предварительной записи. Ранее день в день вакцину можно было поставить только в мобильных пунктах. Либо по предварительной записи в больницах. Артем Гусельников расскажет подробнее. Передаю ему слово. Запись через госуслуги, очереди в мобильные пункты и ожидания, которая порой длилась неделями. Раньше для того, чтобы поставить прививку от коронавируса, необходимо было уведомить врачей. Сейчас же достаточно просто прийти на прием. В диагностических центрах Барнаула и Бийска заработало вакцинирование без предварительной записи. В краевой столице получить услугу можно здесь, на проспекте Комсомольском, 75А. Для того, чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Для желающих вакцинироваться в регистратуре выделено отдельное окно номер 9. После него пациент отправляется во врачебные кабинеты. Их два. И там работа ведется по будням с 13.00 до 19.30. Другая точка находится в Бийском консультативно-диагностическом центре. Запись к врачу день в день в Наукограде проводят в кабинете номер 118 по телефонам местной горячей линии и через сайт госуслуг. Антиковидный пункт работает с 8 утра и до 16 часов дня. В Балтайском крае привилось чуть менее 600 тысяч человек. Это почти четверть от населения региона. Сначала на рост статистики повлияло появление мобильных пунктов вакцинации. А теперь, надеются, врачи скажут себе возможность попасть на прием без предварительной записи. На сегодняшний день свыше 470 тысяч человек привиты полностью. Они получили оба компонента вакцины. Почти 130 тысяч – первый укол. Ревакцинировались 1124 человека. Тем не менее, в Алтайском крае остается высокая смертность от коронавируса. Ежедневно в ковидных госпиталях умирает порядка 25 пациентов. Всего за время пандемии в крае скончалось 4500 человек. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Знак фото- и видеофиксация исчезнет с улиц населенных пунктов. Вместо него с 1 сентября появится новый. Вот только работать он будет несколько иначе. Анара Шагирова подробнее о нововведениях в ПДД. Черная камера на белом фоне. Предупреждение водителя. На данном участке их авто находится под прицелом видеокамер. И тут важно обратить внимание на знак, который находится выше, чтобы не нарушать ПДД. К слову, таких табличек на дорогах немало. Но с 1 сентября предупреждающего знака 823 фото- и видеофиксация в черте города не будет. Его переименуют на 622. И как нам пояснили в ГИБДД, внешне никаких изменений мы не заметим. Только устанавливать знак будут на расстоянии 150-300 метров до зоны контроля вне города, поселка или деревни. А вот действовать он продолжит в пределах всего населенного пункта. То есть теперь водителям придется быть еще внимательнее на дорогах и постоянно помнить о фотокамере. Но, как говорят некоторые из них, количество штрафов может только увеличиться. Однако, как замечают в ГИБДД, отсутствие дорожного знака только повысит самоконтроль. И количество аварий на дорогах действительно станет меньше. Анна Рашегирова, Дмитрий Денисов. День с толком. А далее об объекте культурного наследия второй поликлиники на Калинино-16. Пациенты регулярно выкладывают в соцсети такие фотографии и видео, как внутри, так и снаружи здания. Подобное продолжается уже много лет. Наша съемочная группа решила выяснить, ожидают ли исторический объект хоть какие-то положительные изменения. Этой поликлинике почти 90 лет. Ее построили в 30-х годах для рабочих меланжевого комбината. Тогда в амбулатории работало 9 врачей. Сегодня их 50, и они ежедневно принимают около 1 тысячи пациентов. Состояние заставляет желать лучше. Отвратительно, потому что к врачам не запишешься, во-первых. Не страшно заходить в такое помещение? В помещение страшно. Не страшно? Ну, а куда деваться? Врачи хорошие. Это здание держит его история. Когда-то здесь лечили лучшие врачи. По словам историка Данила Дегтярева, эта поликлиника была, по сути, первой в городе. В отделении этой поликлиники, например, проводилась одна из первых, скажем, операций, сложных операций на сердце, например, вот именно здесь. В целом, это, конечно, был крупный центр медицинской жизни, я бы даже сказал, медицинских инноваций в советское время. Историки уверяют, уникальна здесь сама архитектура – стены, окна и потолки. В Барнауле таких практически не осталось. Не случайно вторая поликлиника – объект культурного наследия. Однако, несмотря на статус, за этим наследием долгое время не следили. Сегодня создан проект реставрации, который проходит историко-культурную экспертизу. Мы делаем проект реставрации фасадов, и предметом охраны этого объекта является именно объемное решение. Это фасады, прежде всего. Это очень сложный процесс проектирования именно медицинских учреждений. Задача – воссоздать и создать современную поликлинику. Проект, по сообщению Министерства строительства, обошелся в 2 миллиона рублей. Конец 2022 года, начало 2023-го – это предположительный срок старта работ. В планах садовара построить четырехэтажную пристройку, что позволит расширить площадь медучреждения. Обязательно усилить фундамент, поменять перекрытие и кровлю. Зданию вернут исторический облик – его цвет, фронтон и чашу со змеей. Не знаю, когда будет у них ремонт. Надеетесь? Ну, наверное. Мы сюда живем. По личному опыту Александра Деринга на работу потребуется не менее 500 миллионов рублей. Такая сумма обоснована тем, что в обновленном здании появится и новое медицинское оборудование. Проект практически согласован. Остается лишь дождаться денег на его реализацию. Анастасия Наборочкова, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком. Алтайский край накрыла волна отравлений некачественным алкоголем. По данным Минздрава, за последний месяц в токсикологию попали 10 человек. Причина – наличие в горячительных напитках технического метилового спирта. Шестеро пациентов умерли, одна девушка частично ослепла. Мы провели специальное расследование и выяснили, что в Барнауле работает несколько точек, где торгуют потенциально опасной продукцией. Там из-под полы продают контрафактный алкоголь и сигареты. А также еду и напитки, которые нередко просрочены. Почему такое возможно в наше время? Как с этим бороться? И кто должен навести порядок в городе, чтобы в ежедневных сводках не было новостей об отравлении людей? Об этом расскажем подробнее. Если раньше алкопотребители попадали в больницу из-за пристрастия к аптечным спиртовым настойкам, то сейчас ситуация изменилась. Из 10 госпитализированных в токсикологию за последнее время все отравились коньяком, если его, конечно, можно так называть. Напиток продавали в 5-литровых канистрах по подозрительно привлекательной цене – всего 500 рублей за штуку. В несколько раз ниже стоимости оригинальной продукции можно купить и водку. То же самое относится к сигаретам. Постоянные клиенты прекрасно знают адреса таких точек. К слову, они есть как в центре Барнаула, так и на окраинах. Одна из них, так называемая «рюмочная», прячется среди овощных лотков и гаражей в районе рынка Надокучаева. Здесь распивают то, о чем говорили в советское время – сообразили на троих. Водочка есть у вас? Да, я есть. А какая, скажите, и почем? Безолотой стандарты, чтобы что-то обидеть. Давайте одну. На бутылку водки и две пачки сигарет мы потратили всего 290 рублей. Горячительная по 150, сигареты по 75 и 65 рублей за пачку. Это при том, что по закону с июля этого года продажа сигарет дешевле 108 рублей запрещена. Однако товар по бросовой цене не смущает ни покупателей, ни продавцов. Но если первые отвечают исключительно перед собой, своим здоровьем, то вторые еще и перед законом. Во-первых, это подделка акцизных марок, преследуется по закону, соответственно, в уголовном кодексе это есть. Второе – это подделка именно алкогольной и табачной продукции, то есть подделка не оригинал. Мы же не знаем, что там налито и что насыпано в табачную продукцию. Это вторая статья. Ну и третья – контрафакт. У нас же еще и контрафактная продукция есть. Если, например, принести, ну, например, табачную продукцию известных брендов или алкогольную продукцию известных брендов, То есть что это значит? Это значит, что оригинальный производитель данной продукции теряет в прибыли. Еще одна точка продаж также спрятана в гаражном комплексе. На здании нет абсолютно никакой вывески, внутри темно и тесно. В ассортименте есть и сигареты, и алкоголь. Однако, помимо этого базового набора, здесь продают еще и съестное. Консервы, сухпайки, кофе и закуски. Многое из этого может быть просроченным. Так, срок годности пива, что мы приобрели здесь всего за 30 рублей, истек полгода назад. И у нас есть сведения, что просроченные товары попадают сюда из крупных торговых сетей. При этом конечный покупатель не сможет вернуть некачественный и, возможно, опасный товар. Чеки не выдают. Молодой человек, сигареты не забудьте. Да я вот он. Из дачи. А чек это не напечатаете, а то сожрут. Чеков у нас нет. По всей видимости, работая без чеков, здесь стараются уйти от оплаты налогов и ведут незаконную предпринимательскую деятельность. Еще одно нарушение наряду с торговлей просрочкой. Купленные в обоих местах товары мы пытались отправить на проверку в Роспотребнадзор, однако на официальный запрос в ведомстве не ответили. Позднее в телефонном разговоре сотрудник сообщил об отказе в исследовании. Тогда мы обратились в региональный центр оценки и экспертизы. На исследование была представлена, видимо, казахская продукция или подделка казахской продукции, потому что, во-первых, там штрих-код, количество цифр не бьется, а во-вторых, размазанные цифры на акцизной марке. А так как они размазаны, тяжело даже цифра читается. Ну, я, несомненно, я проверил это все, и ни по штрих-коду, ни по акцизной марке данные номера в систему, единую систему проверок акцизных марок, а также штрих-кодов не установлены. Поэтому можно первично сказать, что данная продукция, представленная на исследовании, обладает всеми признаками подделки. К слову, четверть сигарет, которые продают в Алтайском крае, являются нелегальными. Таковы результаты исследования международного маркетингового агентства «Контар ТНС». Этот показатель превышает средний по стране более чем в два с половиной раза. Большинство табачных изделий едет к нам из Белоруссии и Казахстана. Две трети из них – это продукция местных марок, но без российских акцизов – оставшаяся часть подделки известных брендов. Остается только догадываться, сколько налогов не ушло в бюджет и на сколько от этого обогатились торговцы. Павелов Капашвили рассказал, как определить, что перед вами контрафакт. Сначала смотрим, есть ли акцизные марки, а также штрих-код на упаковке или бутылке. Проверяем, как нанесены краски на акцизные марки. В этом случае в экспертном центре используют микроскоп, хотя плохую подделку можно выявить и невооруженным глазом. Если оперировать ультрафиолетовой лампой, увидим водяные знаки и особое микроволокно, которое светится под излучением. И последний, один из самых надежных способов – проверить цифры штрих-кодов и акцизов на специализированных порталах. Сергей Капашвили пользовался в основном сайтом налоговой инспекции, где есть сервис для проверки подлинности продукции. Примечательно, что в обоих магазинах нам не удалось обнаружить лицензии, которые бы подтвердили законность работы торговых точек. Напомним, по правилам правоустанавливающие документы должны быть общедоступны. Несмотря на явные нарушения законодательства, такие магазины продолжают работать. И сюда не зарастает народная тропа. По сведениям частных источников, некоторые точки функционируют в Барнауле уже 7-10 лет. Почему и кто это допускает? Остается предположить, что у черного бизнеса есть влиятельные покровители. В ходе расследования мы направили официальные запросы сразу в несколько контролирующих органов – МВД, ФСБ, прокуратуру и налоговую – с просьбой провести соответствующие проверки. А для ускорения процесса мы даже сообщим адреса, где провели закупку – «Малахова-86Б-Литера-Д» и «Попова-70В». Некачественные товары и подделки для непритязательного покупателя могут стоить жизни. Добавим, мы продолжим следить за развитием событий. Артем Гусельников, Андрей Дреер, Алексей Поляков, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. Они объездили более 30 учреждений Алтайского края, помогли 3000 бабушек и дедушек. И даже несмотря на пандемию продолжали делать добрые дела. Но, к сожалению, благотворительный фонд помощи пожилым людям «Старость в радость» закрылся. Кто теперь будет навещать тех, кто особенно нуждается в помощи? И как это было раньше – в сюжете Софии Яценко. На протяжении нескольких лет в этом здании был офис фонда «Старость в радость». Мы неоднократно говорили уже про эту организацию, которая помогала пожилым людям из домов престарелых и психоневрологических интернатов Алтайского края. В августе офис закрыли и говорят, что не будет больше ни сборов, ни поездок, ни акций. Ну, по крайней мере, в том формате, в котором было раньше. Для этих людей самый лучший подарок – внимание. К ним редко приезжают родные, а некоторых не навещают и вовсе. Подарить ощущение нужности, помочь, выслушать, поговорить, поздравить с праздником – все это на протяжении восьми лет делали сотрудники фонда «Старость в радость». Ну, вот, казалось бы, это мелочь, ну, сколько они стоят? Ну, рублей семьсот. Шестьсот-семьсот. У них остается с пенсией в среднем две тысячи. Для них это колоссальные деньги – купить новые штаны. География работы фонда большая. Руководитель со своей командой объездили почти весь край. Ежегодно они дарили радость нескольким тысячам подопечных. Несмотря на то, что работу фонда легкой назвать трудно, сотрудники уверяют – оно того стоит. Пакеты со спины достают, а там носки связаны. Мало того, что мне, мужу, всем троим детям, еще и девочке-волонтеру, которая с нами ходила, достались тоже носки. И вот, к сожалению, через два месяца бабуаре не стало, а носки есть до сих пор. Даже в период пандемии фонд продолжал радовать бабушек и дедушек доброй весточкой и подарками. Сейчас, по их словам, пришло время менять систему работы на волонтерство. Впрочем, помочь старикам может любой желающий, но уже напрямую связавшись с волонтерами-кураторами конкретных организаций. Причины закрытия фонда пока неизвестны. Для руководителя и всей команды это оказалось большим ударом. Какие-либо комментарии они пока давать не готовы. Но, возможно, уже в сентябре они все же расскажут о причинах своего ухода. Ну, а мы продолжим следить за развитием событий. София Ценко, Александр Антропов. День с толком. И к новостям спорта. Алтайский край вновь принял всероссийские соревнования по настольному теннису. Сильнейшие спортсмены три дня выявляли лучших в теннисных баталиях. Насколько родные стены помогают алтайским участникам и кто стал победителем, расскажем далее. На три дня спортивный комплекс «Победа» стал всероссийским центром настольного тенниса. На турнир в Барнаул съехались более ста участников со всей Сибири. Это юниоры до 19 лет. Любое проведение – это важное мероприятие. Тем более, что наши спортсмены, мы здесь можем больше участников выставить, чтобы они поучаствовали на таком уровне. Алтайский край все ярче и ярче на спортивной карте страны. Сегодня тоже вернулся с командировки. У нас продолжается переговорный процесс для того, чтобы затягивать сюда уже европейский уровень. Совсем недавно в Красноярске завершился турнир, где наши спортсмены заняли призовые места. Теперь же в краевой столице им предстоит вновь бороться за золотые медали. По словам участников, родные стены помогают, придают сил и уверенности. В своем городе намного интереснее выступать. За тебя все трибуны болеют. Как-то атмосфера такая хорошая. По итогам трех дней у команды из Алтайского края 9 медалей. Из них 4 золотые. Теперь спортсмены возьмут небольшой перерыв и будут готовиться к следующим стартам. А через пару лет, возможно, мы увидим и международные турниры на алтайской земле. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле начал работу клуб исторического фехтования. В нем занимаются развитием европейских боевых искусств. Места уникальна, ведь подобных ему в городе, да и в крае нет. На тренировки побывали наши корреспонденты. С детства Никиту привлекала история, а еще фильмы, сериалы и игры по средневековым мотивам. Недавно парень решил стать режиссером рыцарских битв, заниматься их реконструкцией. На тренировках применяют знания, дошедшие до наших дней в виде трактатов и документов эпохи средневековья, ренессанса и нового времени. Популярность к истории, она только возрастает со временем. То есть была большая волна популярности в начале 2000-х годов, когда выходили там в 2001 году фильмы по «Властелину колец». Людям захотелось на своей шкуре испытать, что такое мячи, как ими пользоваться. Тренируются исключительно в экипировке, как спортивной, так и приближенной к историческим аналогам. А все мячи из стали. На тренировках мы используем легкие перчатки фехтовальные, пластиковые перчатки производства мастерской «Квитуни» с города Брянска, а также от этой же мастерской у нас большинство мячей. Так называемый большой двуручный мяч, который высотой примерно выше плеча мне, и чуть покороче мяч полуторный. То есть эти мячи, в принципе, соответствуют историческим аналогам. По словам Никиты, это движение в Барнауле лишь начинает развиваться. Появляются единомышленники, но турниров очень мало, а с пандемией их еще меньше. Никита мечтает попасть со своей командой на всероссийские соревнования. Их проводят в Москве и Петербурге. Алексей Поляков, Александр Лизратов. День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке в социальных сетях. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Далее прогноз погоды. Спонсор прогноза компании «Валар». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова